Осень не только пора, чарование. Это еще и первый этап приближающихся холодов. Работы по подготовке к зиме в нашем городе не прекращались в летний период. По словам представителей коммунальных предприятий, делалось все от них возможное. Но на данный момент еще остались нерешенные проблемы. Ведем интенсивную подготовку к зиме. Я так понимаю, здесь все представители коммунальных служб собрались. Прошу вас очень серьезно отнестись к этому, чтобы город Красной Ночь был всегда. В лице первых, это одно из моих пожеланий, которое и множество жалоб идет. Много жалоб. Я понимаю, что Алла Викторовна и здесь присутствует Сергей Анатольевич, и Сан Саныч их сдерживают. Но постарайтесь, чтобы в вашей работе меньше этого было всего негатива. Одной из озвученных проблем стала замена и ремонт кровли на некоторых жилых домах и культурных учреждениях Красного Луча и Петровского. Мы к чему пришли? Мы вышли с просьбой выделить нам материал кровельный. Я создал бригаду за эти 10 лет очень крупно. И 8 подъездов таких, которые требуют. Это около 400 квадратов. Но я их уже латаю, уже сейчас. Из них, ну может быть, я же говорю, 30-40 вон. Я бы вам спасибо сказал за эти 5 лет. Кровельный материал еще не заходил. Он пойдет только с 15 сентября. Поэтому мы обязательно будем распределять и будем помогать. Из того количества материала, который придет на министерство. Кроме этого, присутствующих интересовала и масса других ситуаций. Разобраться в которых самостоятельно им затруднительно. Это ремонт и обслуживание лифтов. Признание и составление актов аварийных домов и балконов. Текущие ремонты и восстановление зданий, пострадавших при боевых действиях в 2014 году. Установка отопительного котла в библиотеке. Доставка посыпочного материала для скользких дорог и другие. И не остался в стороне вопрос подачи воды населению. По словам жительницы Красного Лучата Дианы Логиновой, это одна из значимых проблем, проживающих на улице Мусоргского. Просим разобраться и дать письменный ответ, когда будет вода по улице Мусоргского. Половина улицы с водой, верхняя улица с водой, с 65 номера воды нет. Я хочу объяснить, что делается для улучшения водоснабжения таких городов, как Кировск, Брянка, Первомайск, Алчевск, Красный Луч, Антрацит. То есть вот этого крыла, будем так говорить, Алчевского крыла. Здесь идет, понятно, пока недопоставка воды в связи с тем, что, понятно, запредельная территория, она не дает того достаточного объема воды, которое мы получали раньше. Значит, постройка и запуск в работу Елизаветинского водохранилища дала возможность поддержать города Антрацит и Красный Луч. Хотя бы в том плане, в том плане, что можно какое-то время на каком-то графике эту воду подавать. Сейчас идет постройка водовода Радаковского. Я думаю, в этом году мы часть закончим, на следующий год продолжим, ну и планируем увеличить объем воды. Тогда вопрос по водоснабжению мы ссылим. Нет ситуации, которые невозможно было бы разрешить. Заявления, обращения и все поступившие вопросы были взяты под личный контроль министра.